Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, какие культуры лучше сеять под зиму. В природе заложены различные механизмы, которые ускоряют прорастание семян. Если мы говорим про растения, которые вышли из умеренных северных широт, то это, конечно же, стратификация воздействия на семена пониженными и отрицательными температурами. За счет этого погибают нежизнеспособные семена, увеличивается всхожесть жизнеспособных семян, увеличивается энергия прорастания, сила роста. И в целом растения, которые подверглись предварительно стратификации в отношении семян, показывают больше и лучше урожай. Что касается наших овощных культур, то такие холодоустойчивые и холодолюбивые культуры, как, например, луковые культуры, корнеплоды борщевой группы, также зеленые культуры, хорошо высевать под зиму. Стоит отметить, как минимум, еще два плюса, которые дают под зимние посевы. Это получение более раннего урожая, а это на 15-20 дней раньше, чем мы получаем урожай от семян, высеянных традиционно весной. Все будет зависеть от того, какая температура воздуха, какая температура почвы будет установлена. А именно оптимальная температура ночью минус 2, минус 4, днем 0, плюс 1, плюс 3, и температура на уровне почвы также в районе 0, 2-4 градусов. Это те звоночки, которые будут говорить о том, что пришло подходящее время для подзимних посевов. Ранний подзимний посев провоцирует появление всходов, которые впоследствии будут замерзать от осенних заморозков. И таким образом восстановление высеянных семян, будущего урожая, к сожалению, не происходит. За исключением зимнего лука и зимнего чеснока. Поэтому, чтобы не происходили преждевременные всходы и чтобы не было значительных колебаний температур на уровне почвы, после того, как мы совершили подзимний посев, помимо того, что мы присыпаем семена подготовленным грунтом, также не лишним будет их замульчировать. В качестве мульчирующего материала, который плохо прогревается, который сохраняет ту температуру на уровне почвы, которая была установлена на момент внесения этого мульчирующего материала, это опилки. Стоит запомнить о том, что весной, по мере того, как будет идти увеличение температуры, опилки обязательно нужно снять, для того, чтобы почва оттаяла и наши семена порадовали дружными всходами. Для грядок, на которых мы будем проводить подзимние посевы, лучше выбирать ровные места, без резких перепадов, без углублений, чтобы в них не застаивалась вода и впоследствии она не замерзалась, не размерзалась. Также не лишним будет подобрать более освещенные участки, поскольку мы ожидаем появления ранних всходов, поэтому должно быть хорошее солнцеосвещение этого участка. И необходимо помнить о том, что грядки, по возможности, лучше располагать в защищенных от ветра местах. Основная технология получения грядок для подзимных посевов определяется в первую очередь получением пористой воздухопроницаемой структуры, поскольку пористая почва в процессе замерзания, оттаивания, она будет плавно двигаться, и семена, которые будут находиться в ней, также будут плавно двигаться. Если мы будем говорить о плотной почве, об уплотненной почве, то тогда семена могут выдавливаться этой плотной почвы на поверхность и впоследствии вымерзать. Поэтому почву лучше предварительно разрыхлять высивом сидератов, внесением эмульчирующих материалов и также различных разрыхлителей. Также необходимо раскислять почву внесением доломитовой муки, мела или золы, если она в вашем случае кислая, поскольку овощные культуры, особенно которые мы высеваем под зиму, они крайне негативно отзываются на кислую почву. Для повышения плодородия необходимо внести или комплексное минеральное удобрение в количестве 15-20 грамм на метр квадратный или перепревший компост, навоз. Также необходимо не забыть сделать бороздки по рыхлой свежей почве, в которой мы затем по мере наступления заморозков будем вносить семена. Выполненные бороздки на подготовленных грядках необходимо прикрыть, для того, чтобы их структура не разрушалась осадками. И также необходимо предварительно подготовить пару ведер грунта, для того, чтобы после того, как мы высели семена, их засыпать. Под зиму традиционно высаживаем луковая культура. Это чеснок, лук, лук-севок, лук-воборок, лук-батун. Также хорошо высевать под зиму столовые корнеплоды борщевой группы, а именно морковь и свеклу. Из хороших сортов моркови для подзимнего посева уже показали себя на протяжении не одного года выращивания. Например, нанская, нанская улучшенная, сахарная, московская, лосиноостровская. Из свеклы хорошими сортами для подзимнего посева являются холодостойка 19, бордо, египетская плоская, северный шар. Если мы говорим про редис, то это традиционно жара, заря и французский завтрак. Также из столовых корнеплодов можно под зиму высевать дайкон. Помимо этого под зиму хорошо высевать любые зеленые культуры. Это салат, шпинат, укроп, рукола, петрушка и другие культуры. Сорта выбранных вами культур лучше брать средних, средне-поздних сроков созревания, поскольку ранние и ультра-ранние сорта, они, как правило, показывают более ранние всходы. И это чревато тем, что они могут вымерзать из-за возвратных весенних заморозков. Также необходимо помнить, что все семена, которые мы высеваем под зиму, нами не замачиваются и не поливаются. Помимо этого увеличиваем норму внесения семян в 3-4 раза. Также подсказка о том, что семена подходят для подзимних посевов, будет рекомендация в виде конкретного определения для подзимних посевов или в виде значка, в виде снежинки на пакетах, которые вы найдете в магазинах. На этом я заканчиваю. Оставайтесь на канале Процветок, радуйте нас лайками, подписками. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова